Четыре российских клуба вышли в плей-офф баскетбольного Еврокубка Илья Зубко. Рисунок к статье. Наши клубы повторили рекорд второго по значимости баскетбольного Еврокубка. Сразу четыре представителя России добрались до стадии плей-офф этого турнира. Подобное и раньше произошло лишь однажды, когда в сезоне 2007-08 в матчах на выбывание участвовали Московская Динамо, Уникс, Химки и Триумф. Правда, тогда в первом раунде плей-офф участвовали 32 команды, и не 16, как сейчас. Еврокубок вообще считается нашим коронным турниром. Из 12 его розыгрышей, напомним, что данное соревнование возникло после слияния Кубка Карача и Кубка Саппорта в 2002 году, четырежды его победителями становились россияне. В 2006-м трофей достался столичному Динамо, а затем, начиная с сезона 2010-11 Еврокубок завоевывали три разных российских клуба подряд – Уникс, Химки и Локомотив Кубань. Интересно, что все они продолжают борьбу и в нынешнем розыгрыше. Эта приятная серия прервалась в прошлом году, когда в финале Уникс уступил испанской Валенсии. Она, кстати, побеждала в этом турнире трижды и является самым титулованным его участником. Читайте также. Андрей Кириленко стал отцом в четвертый раз. На этот раз жребий свел на стадии «Last-32», так официально называется второй групповой этап Еврокубка, две наши команды. К счастью, не повторилась ситуация, при которой они должны были между собой решать, кто пройдет дальше. Подобное в этом сезоне уже было, когда за выход в топ-16 Евролиги бились Уникс и Нижний Новгород. Казанцы оказались проигравшими, и таким образом оказались в турнире рангом ниже. Сейчас Уникс тоже висел на волоске. В последнем туре он играл в Праге против чешского Нембурга. И в случае поражения рисковал закончить выступление. Однако команда Евгения Пашутина показала характер и добилась нужного итога, 84-79 в пользу Уникса. Самым результативным в составе казанцев стал Кит Лэнгфорд, набравший 24 очка. Для обеих команд это была решающая игра, и я счастлив, что победа досталась нам. Мы контролировали ход матча за исключением четвертой четверти, в которой пропустили 30 очков. Но в целом мы, я считаю, заслужили победу, поскольку показали командный баскетбол. Здорово помогали ребята со скамейки. Мы показали характер, отметил после матча главный тренер Уникса Евгений Пашутин. Казанский клуб занял в группе А первое место. А вторую путевку в плей-офф в параллельном матче разыграли питерский «Зенит» и французский «Страсбург». Команда Василия Карасева, вопреки скептическим прогнозам, этот выездной поединок провела Образцова. Особенно это касается действия в защите. За первые три четверти «Зенит» позволил сопернику набрать всего 37 очков. И празднует уверенную победу со счетом 73-61. Читайте также. Уникс сохранил шанс завоевать Кубок Европы. Это была красивая победа, и мы очень довольны. «Страсбург» – отличная команда, которая дважды победила Уникс. Их болельщики обеспечили отличную поддержку, поэтому нам пришлось тяжело. Но мы очень хорошо защищались, особенно во второй и третьей четвертях, а также неплохо бросались за дуги. Все ребята внесли свой вклад в важную победу в этом действительно большом матче, заявил на пресс-конференции главный тренер «Зенита» Василий Карасев. Подмосковные «Химки» задачу выхода из группы решили досрочно, что нисколько не сказалось на настрой команды «Ремаса» Куртина и Тиса. В гостевом поединке против французского «Ляможа» она не оставила шансов хозяевам 86-72. И это при том, что для соперников «Химчан» этот поединок оказался ключевым. Уступив, «Лямож» рисковал не попасть в плей-офф и зависел от результата параллельной встречи, в которой итальянский «Канту» принимал греческий паук. Ее результат стал известен вчера поздно вечером после подписания этого номера в печать. «Химки» же вышли из группы «Чей» с первого места. Всего два дня назад у нас был тяжелейший матч против ЦСКА, наставник подмосковного клуба «Ремас» Куртина и Тис не применил напомнить о героической победе своей команды над армейцами в единой лиге. У нас было очень мало времени на подготовку к встрече с «Ляможем». Возможно, мы были не столь быстры, как обычно. Но мы показали красивый баскетбол, были хороши тактически и агрессивно действовали в защите. Я рад, что мы пробились в плей-офф, поскольку группа нам досталась очень сильная. Желаю удачи «Ляможу», в качестве игрока я провел один сезон во Франции, мне нравится эта страна, люди и особенно местная кухня. Читайте также, ЦСКА проиграл принципиальный матч «Химкам» с рекордным счетом. Четвертый наш участник Еврокубка «Краснодарский» и «Локомотив Кубань» свой последний матч группового этапа проводил вчера поздно вечером, уже после подписания номера в печать. Однако результат битвы железнодорожников с Валенсия не имел турнирного значения. «Локомотив» с пятью победами из пяти заранее обеспечил себе первое место, а испанцы финишировали вторыми. Единственным представителем России, не вышедшим из группы, оказался «Красный Октябрь», лишившийся шансов продолжить борьбу за тур до окончания. «Ласт» 32. В следующем раунде нас ждет внутрироссийское противостояние. «Химки» встретится с «Зенитом». «Локомотив» Кубань, в свою очередь, сыграет с немецким «Брозе Баскетс». А вот соперником «Уникса» стал либо «Лимош», либо «Канту». На этой стадии команды проведут между собой по матчу дома и на выезде. Дальше пройдет победитель по сумме двух встреч, поэтому разница мячей очень важна. И это будет тот редкий случай, когда баскетбольный матч может завершиться в ничью. Напомним, что помимо собственно трофея победитель Еврокубка получает путевку в Евролигу на следующий сезон.